Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний такой видеоролик, скажем так, неожиданный. Дело в том, что мы с Станиславом Юрьевичем возим сено. Ну, туда-сюда, в общем, катаемся, возим потихоньку сено. И по дороге на поле у нас сломался трактор. Лопнул какой-то там шланг, подача там бензина чего-то куда-то. Вот. Но, поскольку я была не готова абсолютно к тому, что у нас что-то случится, я не взяла с собой ни свою селфи-палку, ни микрофон. Поэтому звук сегодня будет, ну, так себе. Уж, друзья мои, простите, все осталось дома, а ролик получился совершенно случайно. Мы простояли на дороге, мы позвонили одному из знакомых, который сказал, что, ну, приедет, привезет там другой шланг, у него там запасов завалялся. И мы простояли на дороге, ну, наверное, около часа пока его ждали. Останавливались соседи. Один из соседей даже нам кое-то там чем помог, предложил другой шланг. В общем, друзья мои, как все это было, смотрите прямо сейчас. Я надеюсь, что вам будет интересно. У Пашки тут можно перезимовать в машине. Уж не то, что трактор починить. Перезимовать не получится. Печки не работают. А, черт. Давай мы тебе буржуйку поставим в машину. А я видел в интернете. Буржуи-дебилы ставят рядом печки в машине. А что, можно поставить и дрова в багажнике возим. А газовые ставят. Газовый, блин, газ дорогой. Я же говорю, у Паши в машине все есть. Ой, даже хамутки нет. Прикольно, осталось, у тебя отвертка снает. Паша сейчас такой... Отвертка, да, отвертка. Да это не отвертка. Это не отвертка. Я же не вожу в тракторе ничего. Смысла нет. Навозил, все ключи потерял в тракторе. Так же не чемодан, не всегда. Только смотри себе чемодан, варить-то умею. Железо есть. У Шапкиных тырни. Времени. Все есть, или мне? Железо. Метры, нет. Времени. Метры квадратные. О, негтяк. Слушай, а что ты, Парисик, дайди, нож есть? Ножницы, по-моему, в машине валялись. Если ты их не выкинул. А, нет, ну нет, хмута один фиг нужно. Хмут я тебе и так дал бы. Ну все, я уже отвернул. Тебе одна такая фигня нужна? Что, хомут? Не, урядно. Фигня. Фигняок мне вообще не нужна. А, тогда надо пополам выкинуть. Паша, с другой стороны ты куда пошел? Он пришел. Вот этот лопнул? Нет, бензовый, бензофильт. Что, загребаем собрал? Нет, нет. А вы, кстати, Паша, загребаем не ходили? Нет. Нету сейчас? Нет, залезку-то вытаскиваем и все. Сатиж-то у тебя есть хотя бы вот так? А, подожди. Откуда у меня тут по сатижи? Шутишь, что ли? На, железку-то есть. На. Хороший желез. Ща попробуем. Отверт. Отверт. Лечет все равно. Все равно, да, шланг большой. Тоньше? Ничего не забыл, отвертку там, фигурку. Спасибо, Паш. За шланг пригодится. Думать, плюнуть и надежно склеить скотчем. Давай, пробуй. Думать, плюнуть и надежно склеить скотчем. Вот так вот, помощь другу она в деревне всегда очень и очень нужна. И хорошо, когда ты живешь в таком небольшом, скажем так, пространстве и практически всех знаешь, и на дорогах часто останавливаются, и чем-то помочь нужно своим знакомым. Мы тоже всегда останавливаемся и помогаем, и это просто замечательно. Ребята, за это вам огромное спасибо. А теперь мы проехали на наше поле, будем все нагрузить и потихоньку везти его домой. Вот еще один сосед, встретили с Сашкой, что-то он там везет какие-то мешки с зерном, что ли. Любой ноу-хау в деревне всегда со всех сторон обсматривается, общупывается, а в зуб тоже пригодится. Вот эту палку, которую Стас показывает, он сам варил, ну там со знакомым, с Сашкой. И все теперь ее рассматривают. Не хочу сказать, что не наш день, но из-за того, что слетела трубка, в прошлый раз лопнула трубка, вот мы туда ехали, на обратном пути кончилась солярка, очень много солярки вытекло из этой трубки, пока мы обнаружили, что она лопнула. Стоим мы посередине дороги. Сейчас Стас, наверное, домой за соляркой что-то поедет, не знаю. Что делать-то? Сейчас на машине поедет, только по канаве если объезжать. Ну тут в принципе можно по краюшку вон проехать, если вдруг кто-то поедет навстречу. Ой, мамочки. Так, ну у него там бензобак сделан из канистры самодельной, который стоит прямо в кабине водителя. В общем там немножко еще осталось, он что-то там дунул, плюнул, шланг куда-то опустил и, в общем, поехал. Надеюсь, что до дома доедем. Друзья мои, у нас на самом деле наступил уже следующий день. У вас это доля секунды, а у нас почти уже сутки прошли. Вчера, в общем-то, мы нормально добрались до дома, солярки нам хватило, подъехали, так сказать, к коровнику, положили тюк и солярка кончилась. Доехали мы вчера до дома нормально. Но вчера была пятница и вечером, вот не поверите, это какая-то шланговая забастовка, честное слово, вечером дома у нас лопнул шланг на насосной станции, который качает воду в душевую кабину и в мойку. Он в одном месте перетерся и фонтан пошел прямо в дом. Вот это самый злополучный шланг, по которому идет вода из бака в насосную станцию. Видимо, он здесь вот перетерся, потому что он был внизу, как-то он перетерся и немножко подтекает. Была небольшая такая дырочка, из нее такой фонтан был. Мы ее замотали. Это сантехнический скотч, он толстый. Но, конечно, я не надеялся, что он будет держать эту дырку. Наша задача была просто, чтобы он не бил вверх, как бы вниз туда вот капал. Вот у нас капает целая вида под девножку. Но мы, конечно, отключили все. В общем, вот этот шланг мы везде не ищем. На самом деле дырочка там не очень большая. Мы ее временно замотали, заизолировали. И сегодня, в субботу, мы целый день потратили на то, чтобы найти новый шланг. Мы уже объездили всю Каширу, все хозяйственные магазины, в которых он может быть. И ближе к вечеру в одном из хозяйственных магазинов ребята позвонили в другое свое отделение, которое находится в городе Ступино. Сказали, что там есть, и мы уже приехали в Ступино. И Станислав Юрьевич пошел наконец за этим шлангом. Мы весь день потеряли, потому что не купить и не поставить его невозможно, иначе мы будем без воды. Ни в рукомойнике не будет воды, ни в душе. Без этого нам вообще никак. В общем, катаемся и ищем. Еще из новостей. У Демьяна с понедельника начинаются каникулы на целую неделю. И сегодня он уехал к бабушке в Москву. Мы высадили его вместе с одним из его друзей и мальчишек в Кашире. Они поехали на автобусе. Демьян к своей бабушке поехал. Друг его к своим родственникам поехал. Но до Москвы они, в общем, уехали вместе. И на целую неделю он там будет сачковать. И я точно знаю, что ничего не делать. В основном будет, скорее всего, играть в компьютер. Ладно, тоже отдыхать нужно. Я понимаю, что ему... Я тоже понимаю, что ему тоже нужно иногда сменять обстановку. В общем, он уехал у нас в мини-отпуск. По дороге, пока мы еще искали сегодня этот шланг, который нам нужен для насосной станции, заехали еще в магазины. Ну, такие, как бы, ничего особенного мы сегодня, если честно, не купили. В основном зерно комбиком, бензин. Ну, и немножко так покушать. Зашли в супермаркет, купили немножко давай покушать. Там масло, гречку, сахар. Стас увидел где-то сахар по 24 рубля за килограмм. Взял целых 10 килограмм, целую пачку. Вот он ушел за шлангом. Ждем его. Ну что, купил шланг? Такой же, как у нас черный. Так, короче, мышь, как он мне предложил собрать. Подожди, шланг порвется. Попробуй. Опять снимаешь? Если шланг опять порвется, можно его заменить. Как заменить? Ну, в смысле, вот ты берешь вот это, снимаешь, поддеваешь сюда. Ну. Поддерешь, вот эту штуку наворачиваешь. Ну, как обычно, одеваешь сюда, вот тебе хомутом. Все, порвался, вытянул шланг, потом он поставил. Шланг только копейки. Шланг копейки? Да. Ну, просто... Что, какой может быть смысл? Сколько стоит шланг? Все вместе стоит 1700. А шланг? Ой, я еще на душу. На душу еще потом, молодец. Сегодня у нас, короче, день шлангов. Да, кстати, на душу тоже шланг порвался несколько дней назад. Что тебе сказали? На душу. Ничего не поняла. Да тебе не надо понимать. Да, мне не надо, я согласна, я даже понимать не хочу. Главное, чтобы он понимал. Я помню, что мы недавно были в Мерлине, я смотрела там такой шланг. Он стоил 1000 рублей. Нет, больше. Больше? Да, но здесь 8 метров. А, 8? Половина сделать, половина станет. А, половина станет. А кто знал там что-то? В общем. Он только там... Самое главное, что шланг найден. И мы сегодня будем, так сказать, с водой. Мы нет, но вчера вечером-то, конечно, тоже были с водой, но с водой. Вода у нас была везде. Один нос с другой пальцем. Один нос с другой пальцем. Да. Вот. Все, домой. Мы же домой уже едем, да? Да, наверное. Слава богу. Сегодня на самом деле какой-то день... Капу открыть-то? А день сегодня, знаете, бывают такие дни. Может быть, это из-за погоды. На самом деле, у нас сегодня пасмурно. И мелкий-мелкий такой даже дождичек идет. Солнышка нет. Какое-то серое все. И вот у меня сегодня такое самочувствие. Как будто мне одели ведро на голову. Я весь день с этим ведром хожу. Не могу никакого с тебя снять. Какая-то такая непонятная тяжесть. Я-то сегодня размечталась. Думала, мы сейчас быстренько в хаширу шланг. Купим детей. Ну, Дюма с Ярославом отвезем. Вернемся домой. Мы планировали или петухов зарубить лишних, которые у нас выросли, чтобы зиму их не оставлять. Или, думаю, займусь овощами, которые мы прикупили совершенно недавно. Но уже темнеет. И я понимаю, что я ничего уже сегодня не сделаю. Кроме как шланги. Как же дома хорошо. И даже пускай здесь все вверх дном. Из-за замены шлангов. Но все равно. Дом хорошо. Дороги. Дороги. Знаете, как я определяю, что там что-то чинится? Если идут матюки, пыхтение, сапение и прочие, в общем, всякие нехорошие слова, значит дело идет. А если тишина, значит дело встало. Ну вот, 20 минут сопения и пыхтения матюков. И мы теперь с водой. Ура. В тот момент, когда происходит ремонт всяких разных таких штук, на мой женский взгляд, лучше всего самой прикинуться шлангом и не совать свой нос. Тогда что-нибудь обязательно получится и получится хорошо. Главное не лезть со своими советами. Вот такой вот сегодня получился видеоролик. Достаточно странный почему-то про шланги. Но так сложилась наша жизнь. Надеюсь, что он вам понравился. Внизу в описании к этому видеоролику оставлю ссылку на магазин ВКонтакте, который называется Вкусный Ем. Это наш магазин и там можно заказать всякие наши разные вкусные штучки, которые мы делаем сами. Как это сделать, вот в этом ролике. Вот здесь вот пониже что-нибудь интересненькое. А если вы будете нажмите пальчиком, то подписывайтесь на канал. Стык. И спасибо огромное, что подписались. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю нервущихся шлангов. Всех люблю, целую и всем пока.